Всем доброе утро. Это влог номер 1. Понедельник. Вот. У меня сегодня вообще две пары в техникуме. Я не выключилась от в туалете. У меня сегодня две пары в техникуме, но я не поехала, потому что у меня есть немножко задачи, если честно, поважнее. Они там на рисунке особо сейчас ничего не делают, и там Денис уже вообще что-то завтрак, по-моему, начинает готовить, вот. А еще это неделя демо-версии жизни от них. Поэтому, да, сегодня мы будем делать дела. Покушаем. Я там сразу одним делом очень важным займусь. Там нужно будет анимацию сделать для проекта. Вот. Кстати говоря, кто еще не знает, мы с нашей командой запустили проект. Он называется Printime Production. Я вот здесь вам где-нибудь вставлю. Инстаграм наш, название проекта. И вы можете, конечно же, приобрести там курс от меня по видеомейкерству, где мы научимся с вами делать классные stories, анимацию и монтировать видео. Вот. А что еще? Ссылочка есть на предзапись в профиль проекта. Мне тут мама пишет вовсю, что они будут делать на отдыхе. Ну да, давайте начинать этот день. Рубки почистили, теперь мне нужно сохранить там вот такую штучку по слоям, чтобы ее анимировать. Вот. Тяжело, тяжело. Чап, 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 чап. Та-дам! Это Денис. Нам еду сделав. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня очень грязная посуда на кухне, очень много ее грязной, вот. Мне бы еще обложку сделать на вчерашний влог, потому что я вчера ничего не сделала. Надо обложку мне сделать на видео, которое сегодня выйдет уже. Ну, для вас уже она давно вышла, если что, вы можете поднять подсказку, да? Вот. Надо обложку, короче, туда поставить. Сейчас вам покажу. И она прям такая очень эстетичная получилась, смотрите. Ко мне еще, кстати, должен курьер приехать. Мне уже сегодня курьер позвонил, сказал о том, что вот, здрасте. Вот на ваш адрес такая-то посылочка. Я такая, вау, как неожиданно приятно. Я, на самом деле, до сих пор не знаю, вроде бы пока что не должно прийти, потому что у меня должны две посылки с деком прийти. Я не знаю. Вот. Как-то так. Итак, мне привезли мою такую большую посылочку. Сейчас мы будем смотреть, что же там у нас, потому что мне самой очень интересно. В принципе, я уже догадываюсь, но не знаю, не знаю. Так, берем ножницы. Девушкин кот, а как это открыть? И так дальше. Так, тут даже две как-то части, я не знаю. На самом деле, мой самый большой страх во всех тех посылках, которые мне привозят вообще в любой посылке, мой самый большой страх это там порвать что-нибудь. Блин, я не знаю, как это... Я не знаю, как посылки открывать, просто не знаю. Да ладно, блин! Блин, да ладно. Боже, как так хорошо упаковано это просто. В общем-то, я очень часто была наслыхана о продукции Bad Body Works. Вот. Это такой как бы бренд. Да, там всякие свечки есть для тела, там всякие ходовые штуки и так далее. Блин. Так, открываем. Первое у нас это свеча. Я просто, я мечтала об их свеч... Я не знаю, что сказать, потому что я мечтала просто об их свечках. Вы посмотрите просто на эту красоту. Я вам поближе еще покажу. Это... Она пахнет просто... Я даже не знаю, чем она пахнет. Она реально пахнет будто бы шампанским. Ну, как-то намного вкуснее, что ли. Шампанские гристые ягоды, сочный мандарин. Да, вот пахнет прям ягодами. Мне очень жаль, что я не могу вам запах через экран передать. Но просто посмотрите на упаковку. Просто она очень большая на самом деле. Я напишу здесь сколько стоит. И насколько я знаю, по отзывам, то что я слышала, они очень долго горят. Мы их попробуем. Посмотрите просто на эту гравировку, которая вы видите как бы... Она такая красивая просто. Она очень приятно пахнет. Прям очень приятно. Вторая свеча, кстати говоря, у меня тут не одна свечка, у меня тут вообще не одна вещь. Я уже отсюда чувствую, как она пахнет. Боже, это... Блин. Я не могу объяснить даже, чем это пахнет. Это булочка с ванилью, кофейные зерна. Да, вот кофе точно здесь отдает. Посмотрите просто так же, как она красиво выглядит. Посмотрите просто на эту красоту. Это дизайн, это просто, я не знаю. Пахнет, вот пахнет зернами и чем-то вот еще. Ну, в принципе, она по запаху вот так и есть. Булочка с ванилью, да, это все этим вот это. Это просто, это волшебно. Это настолько приятно пахнет. Так же, так же. У меня здесь есть еще одна. Пять в посылке. Нет, ну запаковано, конечно, это просто прекрасно. Как бы, вы знаете, что это ничего не разобьется, если вы будете заказывать. А в продукции, так, первое, что я достаю, что я достаю, я заказывала, в общем, разные всякие ароматы. Мист для тела, мист для тела, ванильные бобы, сахарная пудра, цветок белого персика. Так, сейчас попробуем. Блин, пахнет вкусно. Я не могу понять, чем пахнет. Но пахнет, будто тебя обмазали ванилью, это пахнет очень вкусно. И опять же таки, просто обратите внимание на эту упаковку прекрасную. Это я не знаю, кто такие упаковки делает. Ну вот, это выглядит, это только в инстаграм фоткать, ей-богу. Следующее, что я отсюда достаю. Чтобы мне самой злазить, что я не достану. Так, вот так, вот так, вот так. Давайте начнем вот с этого первого. Так, это крем для тела. Просто посмотрите, какой он огромный. Мне кажется, этого крема для тела хватит на всю жизнь, не знаю, всю семью прокормить. Всю семью обманывать просто этим кремом для тела. Итак, крем для тела вот такой вот. Я вам поближе все буду показывать еще, чтобы все видели, все понимали. Такой вот крем для тела. Он у нас сиренеросистая зелень, мягкий в синий воздух. Она содержит, кстати, масловое. Блин, реально пахнет сиренью. Но это, знаете, такой не едкий запах, как у всех таких вот продуктов, которые с едким запахом, соответственно. Нет, это прям такой приятный вот запах сиренью. Блин, очень приятно. Я вам тоже советую это вот. Я в Визире заказывала разные запахи и выбрала одну тоже, потому что мне интересно было попробовать разные запахи. Вот. Сейчас вы посмотрите на эту упаковку. Это просто. Тут блесточки внутри. Это у нас гель для душа. Виноград мерла, вишня и малина. Содержит масло шик, кстати. Экстракт алоэ вера. Вы посмотрите просто на упаковочку эту. Как? Пахнет больше, наверное, вишней и виноградом. Как бы логично. Ну, я считаю, если вы будете этим мыться, вы будете мыться, будто вы принцесса. Стало, кстати, вот это тысяча рублей. А вот это про это я, по-моему, говорила, да, что она тысяча. Да, вот это тысяча. Так, этого не было. Три. Три. Так. Шесть продуктов. Вот. Это молочко для тела увлажняющее. Оно пахнет, как свечка. Я все-таки ошиблась. Я вот говорила, что я все разные ароматы брала, но нет. Я брала вот два одинаковых. Это молочко для тела у нас. Так, я сейчас тут возьму немножко. Так. Да, конечно, это не так делится, но я вот почему-то решила сделать так. Так, окей. Оно, кстати, пахнет немного не так, как свечка. Хотя вроде аромат одинаковый. Больше пахнет... Вот свеча, она больше пахнет вот как раз таки ягодами, там, мандарином, да. Это же больше пахнет именно шампанским. Вот это пахнет именно шампанским и мандаринами. Так. Вот такая вот красивая упаковочка. Просто посмотрите, тут даже крышечки под золото сделаны. В общем-то, вот это все. Мне очень все понравилось. Я прям в восторге, ну вы посмотрите просто. В общем-то, я очень всем довольна. Я вам на все продукты ссылочки оставлю в описании. Вот. А, кстати, вот эта вот штучка, вот получается, это у нас молочка летела. Она стала тоже тысяча рублей, как гель для душа. Мне все очень-очень понравилось. Я всем прям супер довольна. Вот. В течение недели, на неделе в блогах, я вам также еще буду рассказывать про то, что мне еще понравилось, как использование, как я это применила и так далее. Вот. Поэтому, да, как-то так. Мне довольно-довольно-довольно. Но сейчас, знаете что? Сейчас мне нужно будет еще вот это вот разгребать. Вот. Я, кстати говоря, пришла в комнату за телефоном. Я на кухне сейчас была, просто думала, вот. И у меня прям очень сильно пахнет вот этой свечкой, потому что вот этой вот. Потому что я ее зажигала. Сейчас, кстати, покажу. Тут три фитиля. Я, по-моему, вы это видели вроде бы. Вот. Я тут ее зажигала. Она очень вкусно пахнет. И она пахнет у меня уже просто на всю комнату, при том, что она уже как бы погорела немножко, при том, что она горела немного. Ну вот. И врезалась в мусорку, окей. Я сейчас пришла на кухню. У меня есть подозрение того, что я начинаю заболевать. Потому что, как бы, я не знаю, слышно или нет, как я говорю, в голос, как бы не очень. Я пришла вообще за сырным пухом, которым я вчера готовил Денис. Вот мы кастрюки тут. Продолжение следует... Итак, я смотрю на сад и работаю. Как бы классика. Вот. У меня сегодня прям день. А я работаю без остановки. У меня куча дедлайнов. Я ничего не успеваю. Вот такое вот настроение. Кстати, я вот этим мистом и кремом я мазалась, когда видео там снимала. Все-таки всем привет. У меня все пахнет до сих пор на руке. Прям очень хороший такой запах. То есть держится, короче, долго. Вот. Как вы можете заметить, может быть, по моему голосу я не очень как-то говорю. Я прям чувствую, что у меня сопли. Я чувствую, что у меня горло немножко побаливает. У меня такое ощущение, что я заболела. Либо меня, возможно, вчера кондиционером продувала в машине. Не знаю, не знаю. Вот. Но это не отменяет того, что мне надо кучу всего сделать. Еще мне, кстати, одна группница мне написала, что вот сегодня они по рисунку там делали, короче, что-то... А, они рисовали постановку. У меня сегодня не было в техникуме. Колледж техникуме. В общем, называйте, как хотите. На следующем занятии, то есть в среду, мы будем рисовать светотень. На этой же работе. На этой работы нет. Я не знаю, я с преподавателем как-нибудь разберусь, узнаю. И, кстати, в среду вот влог, который будет уже, вы там как раз-таки увидите, получилось ли мне разобраться с этой штучкой и не убили ли меня вообще. Вот. Еще бы мне, на самом деле, купить бы печенек всяких там батончиков протеинов, потому что я обожаю убрать забыл в техникум, потому что это очень сытно, мне очень нравится, очень вкусно и вообще просто супер. Я уже сделала, сейчас скажу, сколько видео, вот тут одно видео, потом два, так, три, четыре. Я сделала четыре видео уже. Вот. И мне осталось, по-моему, сделать еще три. И все. Вот. Так что, да. Работаем, работаем, работаем. Работаем, работаем, работаем. Работаем, работаем, работаем. Работаем, работаем. На вершине я закончила работать, разобралась там с видео, ну как, вообще на сегодня я еще не закончила работать, но уже очень много всего сделала. Сейчас мне надо будет все вот эти видео, что я сделала. Я буду скинуть их работодателю. Я полдня этим занималась. Но еще мне помимо этого нужно сделать там для Таргета. Я вообще очень давно в ежедневнике не писала. Поэтому нам нужно с вами пописать там сегодня. Вот, сейчас я тут все скину. Мне бы сейчас не мешало отдохнуть, но, зная меня, знаете, чем я буду заниматься? Я буду делать конспект по истории ЗО. Мне там очень много надо сделать прям. Помимо этого у меня должен быть реферат по математике. Правда мне его сдать нужно до 15 октября. Ну как бы да, хочется выпилиться, если честно. Потому что очень много всего. Я ничего не успеваю делать. Мне от этого очень грустно. И еще у меня здесь стоит миска с супом, который засох. Мне его придется отмывать. Пришел Денис. Это кто? Это Денис. А за что у тебя? Вещи. А зачем? Что? Это Резия. Аккуратно. Это мне Денис Боэна копал. А это мой мусор. Это я Боэна. Все бежат, что я зажгла свечи. Нет, это вкуснее похоже. Вкуснее? Да, разно вкуснее. Не знаю, мне вот это очень нравится. Слишком припернее. Вот это припернее. Наш ягода не повторяю. Мне что, вот так сидеть? Ну не надо. Вкуснее. Ау. Вкуснее. Вкуснее. Да. Так, я вот оформила предстоящую неделю, вот, кто не видел еще видео оформление, обязательно посмотрите, оно очень классно, мне еще вот это осталось обвести, но это сделаю чуть позже, потому что сейчас я уже хочу начать писать конспект, нужно начинать уже писать конспект по истории Изова, вот у меня здесь есть презентация, она тут очень-очень большая, она тут просто на 100 с чем-то листов, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Пошло уже, там, несколько часов с момента, как я получила посылку, смотрите, у меня здесь горит сейчас свеча, вот это вот парискафа. Чтобы вы понимали, это пахнет просто на всю комнату, Денис сказал, что он чувствует еще из той комнаты, с учетом того, что у меня нос еще как-то болит, микрофон, здравствуйте, с учетом того, что у меня как-то еще нос даже болит, я все равно чувствую, как она сильно пахнет. Кстати, когда я ее доставала, она прям очень сильно пахла, вот, поэтому нравится, она еще такая красивая, такая эстетичная прям, вот. Вот, и я тем временем продолжаю писать историю зон. Нет, тут, кстати, осталось не так уж и много слайдов, ну как, не так уж и много, их вообще тут 140. Я на 89-м, вот. Я писала не с нуля, как бы, у меня уже была информация на прошлых парах, вот, поэтому, да. Кстати, тут нужно написать слово. Я сейчас, думаю, отвлечься на пару минут. В общем, начало, точнее, для сторис, короче, то, что вот видео, мол, вышло, вот, я его, конечно, еще не выложила. Делаю так, полочку, окей? Что, нормально? Да, вкусно. Она нежная такая. Вкусит. Больше кружки тебя не покупаем? Да, больше не покупаем. Он на кухне, там Денис, он там что-то все красиво разложил, пипит, гимн, заняться человеку нечем. Ёшкин-макарёшкин. Вау. Вау. Не надо кушать больше, мы все сейчас едим и все. А у тебя во сколько ряд киндрюками? Немного. Ну, примерно. Ну, у меня хватит, короче. Все обложки, которые есть у Дениса на канале, это все делаю я. С Денисом садимся кушать. Что там это? Шеверну. Там белья. Я там аппетита. Вот видите, это Денис мне сделал. Ой, кстати, ссылочку, точнее, его видео вы можете посмотреть вот здесь. У меня на голове просто ужас какой-то творится. конспект по истории, потом еще, возможно, делаю реферат по математике. Вот, и сейчас я перекидываю файл с этого влога на компьютер. Чтобы все было клево. Вот если я все перекину, все будет клево. Вот, поэтому да. Субтитры сделал DimaTorzok Все текущего часа я все-таки заболела. Я написала маме, у меня нос, как бы, чего мне делать. Вот, мне как бы изначально Денис говорил, ну, мне надо ехать завтра, никуда учиться и так далее. Потому что, ну, мне не очень, мне хуже еще станет. Но, как бы, я за учебу, я за учебу. Хотя мне все равно не важно. Вот, и... А? Морепродукты не хочешь? Суп и морепродукты. Еще Денис греет суп сырный, который он готовил. Всю неделю буду весело, я... Конспект по истории, просто, чтобы мне завтра было меньше делать, как бы... Я чувствую себя нормально, просто у меня нос, бобо. Вот. И немного горячее что-то, не знаю. Хотя вы мере температуры, температуры нет. Короче, я не знаю, но буду продолжать взять конспект. Потому что мне, тем более, нужно сдать его в любом случае до пятницы. Там задание просто к нему. Вот. Такое настроение. Сырный суп. Кофна. И презентация по истории. То, сейчас вам покажу все задание по истории. Вот, это, получается, первое задание я вот сейчас его делаю. На мысль, что можно пользоваться интернетом, потому что не все есть в предоставленных материалах. Но я там из учебника взяла некоторые моментики. Вот, например, вот это, которое нам преподаватель оставил. И тогда я взяла с презентацией. Остальное, вот список основных произведений мастера я нашла в Википедии. Нужно написать, получается, время творчества его, как его звали. Потом основные произведения этого мастера. Особенности работы или творческие открытия. Вот, я только две особенности нашла, как бы. Это единственное, что на заднем плане. Это, на самом деле, очень много, потому что скульпторов, в принципе, в Древней Греции. Это вот тут классическая лада. Это, если что, как в Древней Греции. Вот. А было достаточно много. И вот сейчас нужно вот так вот сидеть их по презентации искать. Вот. И про всех писать. Как-то так. В то же время, как бы, почти час ночи. Я сейчас, наверное, запишу еще второго. И будем спать ложиться. Потому что я уже, блин, спать хочу. Так вот, мы сейчас пойдем умываться. Дети дзубки. Они будут совпать. И вам вылаем. Спокойной ночи. Вам желаем спокойной ночи. Все, что вы посмотрели этот влог. Увидимся с вами завтра. Пока. Пока. Спокойной ночи. Смотрите видео Дениса. Ну, пожалуйста, если только чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok